Приветики! Это Lightyear Frontier, и мы продолжаем прохождение этой игрушки. Заценимые руки-базуки! Новенькие, только что прикупил. Называются они Полицейский, и же значок рейнджера на них. Мощные, дерзкие, по скидочке были, между прочим, поэтому и купил их. Сегодня мы занимаемся фермерством и идем по сигналу. То есть мы сейчас поднимемся с тобой куда-то наверх, вон туда. Да, поскольку в прошлой серии к нам пришел плохой сигнал радиосвязи о том, что с нами хочет кто-то связаться с другой планеты, надо выяснить, кто и что ему вообще нужно. Грядочки я здесь уже разобрал, построил вот такой вот небольшой навесик. В этом навесике у меня будут храниться мешки всяким пшеном, зерном и семенами различных растений. Тут у меня будут уже выращены овощи, фрукты и пшеница. Еще даже место осталось под пару мешков и под пару ящиков, может даже несколько. Но сейчас приступаем к строительству больших грядок. Нужно грамотно их разместить, чтобы сделать посерединке дорогу. Вот этот кустик нам мешает, надо его убрать. Немножечко надо отступить от этого навеса, чтобы можно было там проходить. То есть получается, что грядочка у нас будет где-то тут. Вот, потом следующее. Где-то вот так. Хотя. Вот. И с этой стороны тоже парочку. То есть желательно, чтобы... А, придется мне тут все-таки вот это разобрать. Мешается. Что ж, разбираем всю эту требуху. Сейчас заново построим. И вот теперь смотрим. То есть если я вот так построю грядочку. Проходик есть и зашибись. И еще одна грядочка вот здесь вот должна у нас быть. Ну вот. Опираясь на эти грядки, можно и навесик тут построить. Вот так вот компактненько все разместил. Теперь все это застраиваем по-новому. Вот и готово. Все уместилось под один навес. Но у меня же еще будут другие постройки. Поэтому навес придется расширить. Строим нашу первую... А, нет, не строим. Настал 22-й день. Вот и все. С грядками покончено. На пока что. Восстанавливаю бочку под масло. Без этой бочки никак вообще. Ну и, наверное, деревянный ящик еще тут поставлю. Где-нибудь. Вот. Он сюда идеально вписывается, этот деревянный ящичек. Тут у меня все, что я изобрел. Будет складироваться. Возле мельницы тоже поставил бочку. Сюда я скидываю токсичные споры и всю пыль, которая у меня есть. Возле дровяника поставил два ящика. Сюда, естественно, я дрова складирую. Плохо, что дровяник не открывается, как коробка какая-то. И туда дрова нельзя складировать. Тут тоже ящик поставил напротив торгаша. Складирую тут сокровища. Сейчас нужно высадить семена, какие у меня есть, и топать, ловить радиосигнал. Так, значит, мне нужны семена капусты. В комментариях меня поправляют, что почему ты называешь резиннику резинкой? Да потому что так удобнее говорить. Резинника. Что это вообще такое? Резинка. Вот эту вот буковку И убрать, и получается резинки. Поэтому я ее называю резинкой. Так проще. Приступим засаживать новые грядочки. А, блин. Серьезно? Я полностью всю грядку автоматическим засеиванием не могу сделать? Блин, не круто. Видимо, нужно прокачать еще получше наш семечкомед. Денек, сегодня, ну просто капец. Поливать грядочки придется муторно, потому что мой ватербалт все не охватывает. Моего резервуара с водой хватает ровно на две большие грядки. Мне кажется, экономичнее будет вот так вот струей поливать. Нежели водяные шары пускать. А еще более экономичнее вот так вот делать. И, в принципе, еще даже водички осталось на полтора деления. Для фермеров вода — это жизнь. Надо экономить. Ну что, идем к маркеру. Будем ловить сигнал. Двигаемся через желтый лес, где мы в прошлой серии собрали все артефакты. И сейчас выясним, от чего эту зону нужно очищать. Нифига себе, это что тут за дракон? Или динозавр? А сорняков-то тут сколько? Божечки. Значит, очищать мы эту зону будем от сорняков. Вот это дракоша тут. Ну, на самом деле, похоже больше на динозавра какого-то. Тут и слизь есть. Меха-рэнджер выходит на зачистку этого леса. Сорняки повыдергивал. Теперь со слизью надо разобраться. Можно бомбочками. Вот и все. Блин, красивое местечко. Эти желтые поля. Недаром его назвали желтый лес. Желтые цветочки, желтые деревья. Красиво. Это рога или это камни? Что-то непонятно. Такие пяти торчат. Каменные. Вначале подумал, что, возможно, это кости. Но нет. Хотя, может, и кости. Рогатые. Ох ты, какое интересное местечко. То есть, вы хотите сказать, что тут речка будет? Сейчас я вот сюда схожу. Мало ли, вдруг тут какое-нибудь сокровище спрятано. Но вроде бы ничего не видно. Ничего нету. Запускаем речечку. О-о-о. Стоп-стоп-стоп. Надо выйти отсюда. Вот это дела. Красота. Ну что ж, похоже, здесь у нас больше шансов поймать этот сигнал. Спорим, если построить здесь радиовышку, то нам удастся отправить ответ. О-о-о. Погоди, у меня... А, радиовышки-то у меня, по-моему, нету. А нам ее дадут? Необходимо расчистить область. Без проблем. Я вначале подумал, что я метеостанцию построю. Мы же ее можем теперь делать. Кстати, где она у нас? Вот. Метеостанция. За погодой будем следить. Но это чуть позже. Начать постройку радиовышки. Ох, елки-палки. Значит, нам нужна твердая древесина, алюминиевая рама, алюминиевые микросхемы и медная руда. Не вопрос. Придется только домой за этим всем сбегать. Но только после того, как я полностью зачищу эту зону. Ух ты! Белый красилек нашел. Класс. Теперь у меня будет белая краска. Красота-то какая! Можно было бы сюда переехать, но... Тут проблемы с ресурсами. Поэтому не вариант. Наконец-то нашел эти сорняки сраные. Есть! Зачистка удалась! Я ж тут себе, короче, выстроил вот такую вот полянку из сосен. И не только. Хотел сделать небольшую аллею из деревьев, чтобы выходить вот сюда в лес. Должно было получиться красиво. Я думаю, что получится. Короче, я провафлился немножечко. Я медную руду все спустил на проволоку. А для вышки там нужна была медь в чистом виде. Поэтому бегу сейчас за ней. Заодно сейчас забегу в локацию, которую я открыл в прошлый раз. Чтобы собрать немножечко железа и семена новых растений. Кстати, хорошо, что я сюда зашел. Там же твердая древесина нужна была. Для постройки этой вышки. А твердые древесины тут просто навалом. Регион восстановлен. Желтый лес. О, синие кристальчики. И какие-то интересные растения. Вот они, новые ростки. Что это? Хромаис. Точно хромаис? Новый рецепт соленый корм. Семена хромаиса. Похожи на кукурузу. Интересное растение. Посадим дома. И железо еще надо добыть. Вот оно прям смотрит на меня. А, чтобы собрать железо, нужно улучшить шипастую пилу. Вон оно что. Ну ладно. Я сюда еще вернусь. А пока двигаю домой. Перегруженный. Тяжелый. У меня 135 вес. Хотя 90 максималочка у меня. Эй, петух. Ты что там, по-моему, огороду бегаешь, а? Засронись какой. А ну, пошел отсюда. Негодяй. Вот он тут уголочек не засадил. Ну, ничего страшного. Так, мне это сейчас все полить надо. Кстати, пшеница позрела. Это хорошо. Мы сейчас ее соберем и сюда кукурузу посадим. Которые только что собрали. Блин, опять пшеницу что ли заседать? Эх, на елке-палке забыл переключиться. Ладно, хотя бы в три грядочки кукурузу посажу. Наконец-то я доперся сюда. Сейчас посмотрим шоковник. Называется это растение. Оно электрическое. Новое сооружение. Ящик для компоста. Блин, ты посмотри, как оно из-под земли ток извергает. Ого, какая-то вышка высокая. Офигеть. Это я должен построить в одно лицо, да? Теперь понятно, почему он шоковник называется. От слова шок. Приступаем к строительству. Я вроде бы все приторабанил. Так, а почему заблокировано? Отойти надо что ли еще? Да, отойти надо. Проверка, проверка. Раз-два, раз-два. О, теперь сигнал стал гораздо четче. Вы хорошо меня слышите? Меня зовут Ульф. Я живу на соседней планете. Большой и красной. Вот на этой, наверное. А обращаюсь я к вам, что у меня возникли небольшие проблемы. Я провожу эксперимент над местной флорой, но у меня закончились материалы. Вы не могли бы мне кое-что отправить, если вам очень несложно. Вы меня здорово выручите. Я вам отплачу, уверяю. Вы не зря потратите время. Да нет проблем. Ты только списочек вышли, что тебе нужно. И засылай космогрузовик. Все, отправим. Блин, как мне приколы от вот этих змейки? У них брачный период что ли? Или что они там? Играются, целуются. Непонятно, что они тут делают. Может быть, они друг друга душат? Территорию отвоевывают? Может, это самцы? Мне нужны синие кристаллики. Где они тут? Ага, вон. Вон они, вон они. Вижу. Кстати, у меня в заданиях висит принять поручение от Ульфа. Это, то есть, радиовышки надо подойти. Но у меня тут ничего нету. Что я должен принять? Написано, возвращайтесь завтра. Нет принятых поручений. О, походу, мне завтра придется тащить свою задницу сюда. Блин. Синий кристалл тоже не добыть, поскольку не прокачал шипасту пилу. Похоже, настало время апгрейдить своего меха. Надо будет сейчас решить вопрос, где же размещать станцию апгрейда. Туда я ее поставлю, блин. Может быть, вон туда? Вот, короче, куда я ее поставлю. Тут самое идеальное место для нее. А я ложусь спать. День 25. Погода не к черту, дождь пошел. Зато урожай позрел. Это очень хорошо. Так, петух, опять ты тут? Надо срочно заборы ставить. Несмотря на то, что они, в принципе, урожай там не жрут, это хорошо. Но меня напрягает, что они тут. Вначале был один, теперь их двое. Скоро тут целое стадо будет. Хочу сейчас посадить новые ростки, которые достал. Шокового семечка. Вот так вот сюда. Какие-то веточки в земле. Приехал торгаш. И тут появились новые интересные детали. Называются они лес. То есть двигатель лес вот так вот выглядит. Руки лес. Такие вот, что они как будто из дерева сделаны. И немножечко мхом и растительностью покрыты. Выглядит все это прикольно. Но дороговато. Дороже, чем двигатель рыцаря или экзоскелет полиция. То есть лес это прям космос. 2500. Как тут у меня деревья, моя олеечка. Ну, вроде бы неплохо. Растет, растет потихонечку. Приступим же к улучшению моего меха. Итак. Обязательно. Улучшаем шипасту пилу. Без этого никак дальше. Но это не то улучшение, которое позволит нам добывать железо. Чтобы добывать железо, скорее всего, нам нужен второй уровень шипастой пилы. И тут написано, может ломать более устойчивые материалы. Так что для прокачки до второго уровня масло маркорня нужно. О! Мощность реактивных ускорителей. Я могу прокачать. Но энергетическое ядро я сейчас потратил на улучшение своей пилы. Поэтому я сейчас достаю свои коробочки. А, коробочки я, наверное, вот сюда закинул. Точнее, токсичные споры из коробочек. И ядро я сейчас должен из этого всего сделать. Вот, отлично! А что ты не взял-то, э? Чунгачку! Наконец-то! Увеличиваем мощность реактивных ускорителей. И... Хочу посмотреть, насколько это круче стало. Ну-ка, взлетаем. Ну, чуть дольше стал он летать. А, соответственно, и выше. Дорогу, в принципе, можно и прокачать. Все, теперь я могу делать дорожки. На прокачку получите 10 улучшений в депо. Давай проверять, как это все работает. Строительство дорог. Это мод тропинки, скорее всего. Аси-мод дороги. Это... Что со мной произошло? Ого! Стойте, я хочу на это посмотреть. У меня ноги меняются. Мне теперь нужно, короче, опускать оборудование. Чтобы, допустим, расчистить полянку. Вот дорожку я хотел же себе расчистить, правильно? От дома. Сейчас я прямо от дома начну дорогу делать. Дорожка там может быть разной. То есть могу сделать вот такую каменную. Пожалуй, такую и сделаю. Вот отсюда я хочу опустить. Режим расчистки. Спейсбар. Вот я опускаю. И поехали. Чистец. Ооо, да! Вещь. То, что я хотел. Класс. Нормалёк вообще. Тут у нас стоп. Задний ход. И вот этот разворот нам надо. Сюда тропиночку сделать. Вот так вот. А тут я помещусь, интересно. Ну, в целом, да. Помещаюсь. И назад так же. Вот так вот. Класс! Вот это тема. Вот это я понимаю. А режим расчистки. Это, наверное, он сейчас будет убирать. Вот эти блоки. Тут бы я, знаешь, как сделал. Вот так вот развернулся бы. Ой-ой-ой-ой. Не совсем так. Ну, чё ты, это оставшуюся траву там не чистил. Такой, блин. Что это за дорожка из травинки там осталась? Ладно, пофиг. Вот так вот делаем тут тропиночку теперь. И вот сейчас расчистку попробую. Вот тут вот. Нажимаем. Ага, вот как расчистка работает. Всё понятно. Тогда я здесь и правильно сделал, что начал расчищать. Потому что меня дорожка из травинок не устраивала. Вот тут вот я бы тоже сделал из камня всё. А дальше уже обычную тропинку. Типа. Типа вот такая вот. Которая в аллею ведёт. И выводит меня отсюда. Во! Красота! Ну-ка. Ну, круто же. Вообще обалденно выходит. Кто тут немножечко поднасрал? Ну, ладно, ничего страшного. Переходная зона, так сказать, будет. Метеостанцию я ж хотел поставить. И всё никак руки до неё не доходят. Берём красную пыль. Мягкая древесина теперь нужна. Где там у меня? Вот она. Метеостанция. Куда мы её разместим? Она, в принципе, не такая уж и большая. Её бы лучше на горочки, конечно, поставить. Но горочки тут-то нет. Ладно. Метеостанция... Метеостанция будет у нас тут. Вот так вот. Ого! Значит, завтра у нас солнышко будет. А 27-го числа у нас семена сорняков начнут на нас нападать. Потом три дня опять нормально. И токсичные пузыри на 31-й день нападают. Вон оно чё. Дай-ка я в компик загляну. Рисуночки какие-то тут забавные. Ну, здорово, здорово. Полезная вещичка. По поводу освещения. Я говорил, что было бы неплохо фонари поставить. Можно поставить факела. Для них, правда, масло нужно. Сейчас сбегаем. Ставить будем. Ставить будем. Ну, давай вот. Вот тут факел. Вот тут по краям факела. Блин, а тут-то я чё, дорожку не сделал. Ёки-палки. И вот тут на выходе. Уже, правда, расцвело, но... Ладно. Какой-то света не дают. Всяко не в окне. Но хотелось бы поярче. На один факел, блин, масла не хватило. Поэтому вот этот убираем. И ложимся спать. День 26. Так. Надо же всё-таки доделать здесь дорожечку-то. Опускаем наш гребень. И помчали. Вот. Интересно, тут я проеду? Проеду. Проеду. И тут дорожечку доделаем. Ну чё, по-моему, вообще огонь получается. Мне нравится. Чё там по маркорню? Вернее, масло его. Сколько мы набрали? Десять. И сколько-то у меня тут было. Вот. Думаю, что этого будет достаточно. Пойдём обгрыживать робота. Улучшаем. Дальше, чтобы получить какие-то улучшения, нужно открыть как минимум железо. Линзы. Тут у нас какой-то гребень. Режим пахоты. Позволяет роботу свободно распахивать на земле новые поля с лунками. Целые поля могу делать, ты прикинь. То есть мне грядки даже не нужны будут. А для этого всего лишь нужно масло кукурузы. Теперь я коплю маслом маркорня для скорости бега 1. Так что его я не трачу. Пойдём, сходим к лолочке, глянем, что-нибудь новенького она нам привезла. И, кстати, надо же арку ещё поставить. Я хотел арочку. Арку, арку, арку. По поводу маленькой лампы. Нужен воск. Как его достать и как сделать, пока я не умею? Не знаю. Ого, ого, ого. А, арка мне ещё не открылась. Ясно. Также мне нужно сделать ещё плавильную печь. Тогда я научусь делать кирпичи. И из кирпичей я уже смогу сделать арку. Вот, точно. Вспомнил. Тогда делаем каменную пыль. В принципе, она у меня тут есть. Идём делать глину. И строим печь. Делаем глин на всю. И мне этого должно бы хватить. Нет, не хватит, блин. Ещё двух. Глин не хватило. А тут... А, вот тут как раз где у меня. Зашибись. Ещё бы посадить грядки. Плавильная печь. Куда ж тебя поставить? Покажи ты мне. Куда тебя воткнуть? Я так полагаю, что нужен навес. Ещё один. Уже не вместяется ничего под один. Так что навесик я поставлю где-то здесь. Вот так вот. Готово. И ставим сюда плавильню. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Коттедж я смогу построить. Ух ты, поместье. И линзу, между прочим, теперь я могу создать. Ну ладно. Ой, я что-то уже делаю. А из чего я и делаю? Красная пыль, уголь. Ну пусть делается красное стекло. Ладно, хорошо. Вот что я ещё хотел. Масло шаковника. Блин, а шаковник у нас ещё не подрос. Ещё не подрос. Так что с компостом повременим пока. Пойду схожу за камушками. И поставлю ещё одну вот такую мельницу. А то одной мне маловато. Мельница, мельница, мельница. Как же тебя поставить-то грамотно? Может быть друг на другого? Так? Ну нет, так не дело, конечно. Просто рядышком её где-нибудь тут поставить. Вот как я поставлю её. И бочечку неплохо бы рядышком. Немножечко полянку с клевером зафакал. Ну ладно. Не страшно. Пришёл пробовать свою новую шипастую пилу на железе. И вроде как добывается. Ох. О, коттедж открылся. Железные микросхемы, железные детали, железные... О, бруски всякие. Вообще огонь. Новые возможности ёкарные. Ух ты, ракушку ещё нашёл. Вот тут рядом с водой. Сколько, кстати, она стоит? 150... Ммм, недорого. И также проверим на синих кристаллах. Да, они тоже добываются. Силосная башня или силосная. Ну и раз я сюда забежал, добежим и до вышки. Чтобы посмотреть. Есть и какое-нибудь задание от Ульфа для нас. Эй, Ульф, надеюсь, ты что-нибудь мне там... Припо... Да нифига. Очень-очень это странно. Вроде просила помощи, а по факту как бы... Никаких заданий не даёт. А у меня тут тоже и кукурузка позрела. Вроде бы как её можно собрать, да? О-о-о, ништяк. Надо бы её обратненько высадить. Чё у меня тут по маслу? Пятнадцать канистр масла. Блин, капец, вот это дерево мне нравится. Оно прям тут вписалось как надо. Чё привезла нам, мадам? О-о-о, пара ног рыцарь. По дешёвочке продаётся скидочкой. Я бы купил. Чё у меня тут... А у меня, в принципе, ничего и нету, чтобы продать-то. Блин, такая скидка 50% прям. Эх. Ладно, походу ничего не буду покупать. Потому что, потому что... И в прошлый раз я по скидке купил себе рейнджерские ноги. Их нужно сейчас поставить. Я про это совсем забыл. Где они? Эти ножки, 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 ножки. Вот. Экзоскелетные. Блин, это капец. У меня сейчас тут не мех будет, а жрабас какой-то пухленький. Ты посмотри на эти ноги. Это же жесть. Это ёлки. Мешаются они тут теперь мне. Ну, вообще, да? Пухляшок теперь у меня. Ха-ха. Ай, да дела. Катыш-то, глянь, какой здоровый. Сколько на него всего нужно. Вот я бы его построил. Я бы построил, но это будет в следующей серии, скорее всего. И то не факт. Такие материалы нужны. Вот это вот. И железо, наверное. Рама. И прозрачное стекло. Ну, стекло, конечно. Интересно, а как вот этот... А как я хижину без стекла-то построил? Там стекло, вообще-то, есть. Вон окна. В общем, на сегодня это всё. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк. И не забудь подписаться, если ты ещё не подписался, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok